Музыка Оппозиционные коммунисты оспорили в Конституционном суде договор о военном сотрудничестве с Румынией. Акт, расширяющий военное сотрудничество нейтральной Молдовы с членом НАТО Румынией, был в спешке принят коалиции за проевропейское правление в конце парламентской сессии. Депутат-коммунист Артур Решетников, один из авторов запроса, заявил, «Это соглашение противоречит Конституции Молдовы, потому что было принято голосами менее половины депутатов, и самое главное, противоречит нейтральному статусу Молдовы. Мы знаем состав Конституционного суда, знаем, чьи они граждане, но наш долг, долг ПКРМ – бороться за нашу Родину всеми способами». Договор, затрагивающий беспрецедентные 27 областей, предусматривает не только обмен секретной информацией, но и возможность бессрочного ввода румынских армейских контингентов на территорию Молдовы под видом учений, что вызвало резкую критику оппозиции в день принятия документа. Большая часть соглашения посвящена военным учениям, и это, она же и главная часть. Под прикрытием военных учений, в случае необходимости, в случае вооруженного конфликта на Днестре, кому-то необходимо обеспечить законность нахождения румынских вооруженных сил на территории Молдовы. Поэтому не прописаны сроки учений. Поэтому румынской стороне предоставляются практически неограниченные права. Возможность, не надо там копать и хлопать, слушайте. Возможность использования дорог, воздушного пространства, строительства собственной инфраструктуры. Вы все им даете возможность сделать. И не указывайте сроки. Сколько эти учения будут длиться? Зачем нам сейчас этот договор? Он лежал на полке с 2012 года. Неужели нельзя было его там оставить и дальше полежать? Ответ на поверхности. Вы готовите правовую базу для нахождения вооруженных сил другого государства на территории Республики Молдова. Вы соучаствуете в развязывании вооруженного конфликта на Днестре. Наша фракция категорически против военного сотрудничества с Румынией в ситуации, когда не решен вопрос территориальной целостности страны. Мы категорически против, так как он противоречивает Конституции Республики Молдова. Милитаристские игры со страной-членом НАТО принесет неминуемый ущерб процессу урегулирования Приднестровского конфликта, что в итоге может привести к окончательному разделению Молдовы, заявили коммунисты в день подписания документа. Каким образом нейтральный конституционный статус Республики Молдова соотносится с тем, что нам предлагают сотрудничество, причем в самых тесных формах со страной, являющейся частью НАТО военного блока. При этом в проекте закона речь идет лишь о партнерстве, а не о партнерстве, а именно о сотрудничестве в военной сфере. Задумывались ли авторы проекта о том, как предложенный закон о сотрудничестве, в случае его принятия, будет воспринят в том же Террасполе? Надо ли быть пороком, чтобы предположить реакцию терраспольских властей? Принятие закона о сотрудничестве в военной сфере между Республикой Молдовы и Румынии однозначно отрицательно повлияет на процесс урегулирования, а при некоторых обстоятельствах военного характера вполне можно стать и катализатором ускоренной утраты части территории Республики Молдова на Левом берегу. До чего это делается? Разве авторы проекта этого закона не понимают все впоследствии этого рискованного шага? Как человек, обладающий военным опытом, соответственно заявляю, все эти попытки протащить закон о военном сотрудничестве между Румынией и Республикой Молдова втянут в Молдову милитаристские игрища, которые могут стать причиной окончательной дезинтеграции ее территории. Вывод один. Проект этого закона должен быть однозначно отклонен безоговорочно. Напомним, при принятии документа правящий альянс сократил сроки внесения в него поправок с 10 до 1 дня, а затем утвердил его, не набрав необходимого кворума. Несмотря на все попытки правящей коалиции оправдать действия министра обороны Виталия Маринуцы, жители населенных пунктов Молдовы продолжают требовать его отставки. Так, члены районного совета Окницы подписали декларацию, в которой строго осуждают беспредел, творящийся в национальной армии, считая его следствием безголового управления ведомства. В заявлении, в частности, говорится, что деятельность министра обороны Республики Молдова в последние годы была скомпрометирована серией необдуманных действий, которые нанесли тяжкие потери как государству, обществу, так и частным лицам. Эти потери обусловлены отсутствием профессионализма и принятием неверных решений, иногда, по сути, криминальных. Среди более тяжких просчетов члены районного совета Окницы называют отсутствие обеспечения безопасности жизни и здоровья военнослужащих, а также преднамеренное сокрытие преступлений в национальной армии. Смерти, увечья и издевательства над солдатами – все это происходит из-за отсутствия элементарной дисциплины, наплевательского отношения к служебным обязанностям, обусловленных неуставными отношениями, с последующим сокрытием таковых непосредственно главой министерства и президентом Николая Тимофти. С таким заявлением выступают члены комсомольской организации города Флорешть, констатируя в принятой декларации, что только за последний месяц выявлено три случая смертей в национальной армии, а с 2009-го – восемь случаев, что порождает неуверенность в собственной безопасности и катастрофически влияет на желание граждан исполнять почетную святую обязанность по защите Родины. Высказываем опасения, что нахождение Виталия Маринуцы у руководства Министерства обороны стимулирует рост нарушений в армии и ухудшает тем самым ситуацию в сфере защиты государства. Данная ситуация ставит под угрозу адекватное функционирование персонала вооруженных сил, а случаи смертности, недисциплинированности и издевательств в воинских частях могут получить поступательное развитие. Для обеспечения безопасности наших детей требуем немедленного возврата к нормальным условиям и законности, заявляют члены местного совета села Продонежть, поддерживая инициативу об отставке Виталия Маринуцы. Они, как и десятки тысяч возмущенных граждан, напоминают проевропейским властям, что обязанностью юных граждан Молдовы является священный долг перед Родиной, а обязанностью государства – обеспечение их защиты и безопасности. Продолжение следует... Более того, генпрокурор рассказал о том, что криминалистическое оборудование правоохранительных органов оставляет желать лучшего. В этой области мы действительно отстаем от коллег из других стран. К примеру, очень много говорится о необходимости приобретения и надлежащего функционирования современной лаборатории для экспертизы ДНК. «Существует острая необходимость, но ее по-прежнему нет. Мы вынуждены обращаться за этой услугой к другим странам, а это значит повышенные цены, затянутые сроки и в конечном счете неэффективность. Мы теряем месяцы из-за плохого технического оснащения», – подчеркнул генеральный прокурор. Говоря о служащих генеральной прокуратуры, Гурин уточнил, что в учреждении проводится проверка, в результате которой будет решаться, кто останется работать, а кто уйдет и за что отвечает каждый служащий. На этой неделе стало известно, что суд столичного сектора Рыжкановка удовлетворил иск бывшего генерального прокурора Валерия Зубко против Национальной антикоррупционной комиссии. Он признал Зубко невиновным в сокрытии конфликта интересов в скандальном деле ВИП-охоты в заповеднике Подуря-Домняска и аннулировал штраф в 6000 леев, наложенный на Зубко. В марте Национальная антикоррупционная комиссия постановила, что Валерий Зубко нарушил юридический режим в конфликте интересов, когда участвовал в ВИП-охоте, в которой был смертельно ранен предприниматель Сарин Пачо вместе с судьями и предпринимателями. Но суд решил, что члены антикоррупционной комиссии превысили свои полномочия и неправильно интерпретировали закон о конфликте интересов. Лидер движения «Антимафия» Серджио Макану, первым сообщивший о смертельной охоте заповедники и настаивающий, что роковой выстрел произвел именно Зубко, в интервью газете «Коммерсант» заявил, что суд просто отмазал бывшего генерального прокурора. В беседе с «Коммерсантом Молдова» лидер движения «Антимафия» Серджио Макану, который первым рассказал о факте убийства на ВИП-охоте, заявил, что суд отмазал Валерию Зубко от этих 6000 леев. По его словам, судьи и прокуроры прикрывают друг друга, и на следующей неделе он намерен представить общественности видеодоказательства, подтверждающие его слова. Серджио Макану продолжает настаивать на том, что Валерию Зубко не только скрывал конфликт интересов, но и произвел смертельный выстрел в Сарина Пачу, что подтверждает свидетели трагедии. «Придет время, и я это докажу, и этот преступник будет сидеть в тюрьме», – сказал глава «Антимафии». Заповедник Пыдурия-Домняска на этой неделе вообще часто мелькал в сообщениях прессы. На заседание в среду правительство утвердило постановление о проведении охоты и регулировании количества животных в охотничий сезон 2013-2014. Первоначальной версией документа предусматривалось, что с 17 ноября по 29 декабря в заповеднике Пыдурия-Домняска, где 23 декабря 2012 года был застрелен предприниматель Сарин Пачу, будет вновь разрешена охота на кабана. Но тут в планы Министерства экологии и агентства Молдсилва вмешался премьер-министр. Министер экологии стоял на своем. Численность животных, в том числе и в заповедниках, сказал он, необходимо регулировать для поддержания экологического равновесия. А в Пыдурия-Домняска количество диких кабанов на 70 голов превышает предусмотренную численность. Местные жители просто заваливают Министерство жалобами на порчу угодий и урожая дикими кабанами. По-другому, мы имеем интерзисы, по-другому, имеем сумедение скрысори, по-другому, которые живут в периметре этих зонах, где мистерство уже пройдет в планы на порубь. И этот размер, эксцессивный, который не может быть поддержан от резервации с определенной сопроводой, мы должны прийти к определенной комиссии. Как заявил министр экологии, ссылаясь на нормы действующего законодательства, в заповедниках отстрел животных должны производить исключительно сотрудники агентства Молдсилва, то есть сотрудники самого заповедника, а никак не охотники. Странно, что об этом положении в Молдсилве не вспомнили в прошлом году, когда организовывали охоту на кабанов в Пыдурия-Домняска для прокуроров, депутатов, судей и предпринимателей, и на которой погиб Сарин Пачо. Несмотря на аргументы министра экологии, премьер-министр Юрий Лянко все-таки настоял на запрете охоты в заповедниках, а то общество еще неправильно поймет. Позицию премьер-министра поддержал президент Академии наук, по словам которого нигде в мире не разрешается охота в заповедниках, и представитель генеральной прокуратуры, видимо от греха подальше. Таким образом, три молдавских природных заповедника, Пыдурия-Домняска, Кодру и Плайл-Фагулы, стали зоной свободной от охоты на неопределенный срок. В Чемишлийском районе рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Инцидент произошел на трассе Чемишлия-Екатериновка. В результате аварии один из водителей погиб. Еще 13 пассажиров, двое из которых в тяжелом состоянии, госпитализированы. Как сообщает полиция, в микроавтобусе находились по меньшей мере 16 человек. По версии правоохранительных органов, легковой автомобиль попытался пойти на обгон, чем и спровоцировал аварию. В результате в районную больницу Чемишлии были госпитализированы 11 человек. Пяти из них оказывается амбулаторное лечение. Два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Свидетели ДТП говорят, что пришлось прибегнуть к помощи спасателей, чтобы вытащить водителя из покреженного автомобиля. Полиция ведет расследование. В Молдове растет число детских самоубийств. Только в первой половине этого года покончить с собой попытались 48 подростков, а свели счеты с жизнью 12 ребят. Психологи считают, что дети таким образом отвечают на проблемы в семье и школе. В 2011 году было зарегистрировано 18 самоубийств и 28 попыток суицида. В прошлом году покончили с собой 26 детей. Попытки суицида предприняли 105 подростков. В первой половине этого года зарегистрировано уже 12 самоубийств среди несовершеннолетних и 48 попыток свести счеты с жизнью. По словам экспертов, чаще всего несовершеннолетние пытаются покончить с собой из-за отсутствия внимания и любви со стороны родителей. Среди других причин – домашнее насилие и отъезд родителей на заработки в другие страны. Не последнюю роль в решении предпринять крайний шаг является переезд из одного региона в другой, смена школы, конфликтные ситуации со сверстниками. Чаще всего самоубийства происходят среди детей в сельской местности. Примерно втрое чаще, чем в городах, отмечают в Министерстве здравоохранения. По официальным данным, большинство самоубийц – подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова